Груда металла – всё, что осталось от автомобиля после столкновения. Происшествие случилось накануне вечером на трассе М1, где разрешённая скорость – 120 км в час. В машине были родители и двое сыновей. В живых остался только самый младший. Он ехал в детском кресле. Дорожное полотно М1 на трассе Брест-Минск Границы Российской Федерации было обработано отпечатанной солевой смесью. Асфальт был сухой, обочины не заснежены, то есть снежных перемётов и ледяных наслоений на асфальтное покрытие отсутствовало. Скорее всего, один из вариантов – это нарушение скоростного режима. Сегодня рано утром пострадавшего ребёнка доставили в областной детский клинический центр. Врачи готовились к худшему. Но после страшной аварии у трёхлетнего мальчика ни одной серьёзной травмы. Баленький Глеб ни на что не жалуется. Только постоянно зовёт маму. У нас проведено визеобследование органов брюшной полости, грудной полости. Патология не выявлена. По произведенным рентгенограммам в Талочинской ЦРБ патологии тоже не обнаружено. Ребёнок в удовлетворительном состоянии. В ближайшее время ребёнка можно будет забрать из больницы. Сделать это смогут бабушка с дедушкой. Родные у Крохи есть только по линии отца. Мама была сиротой. Поддержку обещают и в местной футбольной команде. Погибший глава семьи – вратарь клуба «Витебск» Андрей Щербаков. Ему было 27. Только начали сбываться мечты. В этом сезоне, в чемпионате Беларуси, его команда заняла четвёртое место. Все видели, знают, очень был осторожный водитель. Вообще он человек был жизнерассудительный, спокойный. Никогда ничего не нарушал. Сейчас в клубе самый разгар отпусков. Семья ехала из аэропорта. Они отдыхали в Египте. В соцсетях несколько фото. Организацию похорон клуб взял на себя. Завтра в спорткомплексе «Панихида». К этому нельзя быть готовым. Потеряли футболиста вместе с футболистом. Ушёл хороший человек. Семья его, ребёнок. Сложно что-то добавить. Большая потеря для клуба, для всех. Андрей Щербаков – воспитанник местной футбольной команды. Успел поиграть в Бате, Белшине. В 2016-м вернулся в родной город. И своей уверенной игрой помогал команде собирать полные трибуны. Последний матч провёл дома со столичным «Динамо». Болельщики предложили 16-й номер, под которым вратарь выступал в команде, навсегда закрепить за Андреем Щербаковым. Ну а в клубе решили, что на свою первую домашнюю игру в следующем сезоне футболисты выйдут в траурных повязках. Олег Шапель, Олег Горинов. Наши новости.